Всем привет! Меня зовут Михаил и я испытатель алмазного инструмента. В сегодняшнем видео речь пойдет о сверлении подрозетников в бетоне. Вокруг этой темы ходит множество споров о ресурсе сверла, их скорости. Но если спросить у мастера, с каким материалом он сталкивается, зачастую можно получить ответ кирпич либо бетон, без какой-либо конкретики. Не всем известно, что бетоны сильно разнятся между собой и имеют различную степень обрабатываемости. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Начать хотелось бы с азов сверления, засверливания или центровки. Зачастую мастера для этого используют центровочное сверло. Реже используются специальные деревянные, металлические, либо пластиковые шаблоны. Также можно встретить мастеров, которые засверливаются просто с руки. Если у нас нет четкой разметки, мы можем сместиться вправо или лево, вниз или вверх на какой-то сантиметр. Для засверливания мы берем обычный бур с победитовой напайкой, ставим в ударный режим перфоратор и делаем центрирующее отверстие. Теперь мы вынимаем наш бур, вставляем в патрон алмазное сверло, помещаем в него центрирующий бур и включаем безударный режим и набиваем канавку. Затем удаляем бур из сверла и продолжаем сверление. Несколько основных факторов, которые влияют на обработку бетона, это фракция и материал щебня, а также его марка. Факторы, которые менее влияют на степень обработки, это возраст бетона, его влажность, наличие пылеотбора при сверлении и даже фракция песка. Огромное значение имеет материал щебня. В основном используют три различных материала. Это гранит, гравий и известняк. Каждый из этих наполнителей имеет свою твердость и абразивность, что существенно влияет на обработку бетона. Фракция или размер щебня, который заполняет бетон, тоже немаловажный фактор. Так как щебень это очень твердый и низкоабразивный материал, он кардинально влияет на скорость обработки бетона и на ресурс нашего расходного материала. Чем крупнее щебень используется в бетоне, тем сложнее он в обработке. Марка бетона это основополагающая характеристика, которая определяет его прочность на сжатие через 28 дней, то есть после процесса застывания. Чем выше марка бетона, тем сложнее он в обработке. Это специальный прибор для измерения прочности бетона ударным методом ИПС МГ-4. Сейчас мы проверим твердость фундаментного блока. Теперь замеряем прочность бетонной плиты, заявленной производителем марки М450. Наш прибор показал, что твердость фундаментного блока составляет примерно 23-24 мегапаскаля, что равняется марке бетона М230-М240. А прочность бетонной плиты, которая была заявлена М450, на самом деле М560 и выше. Сейчас мы просверлим отверстие в фундаментном блоке и нашей бетонной плите, чтобы увидеть, насколько отличается скорость сверления в зависимости от прочности материала. Помните, правильная техника сверления подразумевает покачивание вреза сверлом для улучшения вывода шлама и самозатачиваемости сегмента. Но избыточные покачивания могут привести к ухудшению производительности, так как сегмент будет изнашиваться неразномерно, а корпус затирать окраят. Для отбора пыли при сверлении мы будем использовать девайс от торговой марки Mechanic Drill Duster. Вот так и на различных объектах вы можете сталкиваться с разными материалами, хотя внешне они выглядят одинаково, поэтому не стоит грешить всегда на ресурс или скорость сверла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вас ждет еще много полезной информации.